А брат является у меня гангстером, и этого брата застрелили на одной из таких вот гангстерских разборок. Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, и это новая серия о реальной жизни. Друзья, сегодня у нас просто бомбезная серия, потому что будет очень-очень много всего. Расскажу по поводу прошлой серии чуть-чуть позже, а сейчас хотелось бы сказать вам огромнейшее спасибо за ваши лайки, комментарии. Вы набираете 5000 в первые же дни, и, друзья, я уже говорил, почему я не мог записать РЖ чуть пораньше, но уж извиняйте, поэтому сегодня у нас выходит наша любимая реальная жизнь, друзья. Также хотелось бы вам выразить огромную благодарность за тёплые комментарии, которые вы оставляете под видосом. И давайте так, кто оставит просто креативненький комментарий, тот и будет у меня в следующем видосе, поэтому, друзья, поспешите, потому что места ограничены, и есть вариант вообще не быть замеченными, или же вообще не попасть. Поэтому, друзья, кто первый напишет креативненький комментарий, тот и будет у меня в друзьях. Также хотелось бы сказать, что если вы хотите, чтобы я вас добавил вконтакте в друзья, то обязательно репостайте вот этот видос, а точнее запись этого видоса с моей официальной странички, или же группы вконтакте. Да-да-да, я всё создал, всё у меня есть, и вы у меня уже в друзьях, и это клёво, друзья, вы становитесь просто на шаг на голову выше своих других подписчиков, ну, точнее, моих других подписчиков. Ну, в общем-то, не важно, вы становитесь реально крутыми пацанами, и потом можете мне писать любые комментарии, или же даже смс вконтакте, и я по возможности буду отвечать. Всё, друзья, тут сказал, это сказал, всё сказал. Смотрите, в общем-то, сейчас я нахожусь на пусторе неподалёку от своего дома, ехал я, в общем-то, возвращать свои бабки, нифига себе он стартует. И, в общем-то, по поводу тачки, друзья, обменяли мы тачку, да, для Насти, как вы помните, мы покупали вот эту вот в Феррари, а в Феррари, и она у нас стоила где-то лямчик долларов, и была жёлтого цвета. Ну, как вы помните, на нас напали, тачку обстреляли, я решил её отдать и обменять на вот эту вот Феррари красно-оранжевого такого вот оттенка, и, ребята, приехал я домой, и знаете, чё я сделал первым делом? Я пробил эту тачку, потому что я как-то, ну, не особо поверил ему на слово, что тачка полностью чиста, и в ней нету ничего, что могло бы быть, ну, там, ни угона, ни хрена, всё в порядке, документы чистые. Короче, ввёл венку от этой тачки и увидел, знаете чё, а то, что она была в аварии для начала. Потом, друзья, изменяюсь эту задержку, чуть-чуть она была откашляться, немножечко так вот приболел. Короче, друзья, потом она у нас была в угоне, её угнали после того, как отремонтировали уже у предыдущих хозяев. И на данный момент тачка, во-первых, битая вся, я вам скажу, вот это вот крыло, вот это вот, в общем-то, дверь, и вот это вот переднее крыло, они все крашены и выравнивались эти детали. Поэтому, друзья, как вы видите, меня Симон опять-таки обдурил. Вы, кстати, многие писали, типа, а какого чёрта ты ведёшься на его, вот эти все вещи, он тебя дурит, иди там уже кинь его и нахрен забей над этим Симоном, друзья. Но, на самом деле, наверное-таки, я так и поступлю, потому что тачка, во-первых, битая, которая мне 300 лет битой не нужна, плюс в угоне. И эту тачку, если сейчас кто-то из ментов заметит и увидит по очертаниям там, то, в принципе, мне капсдец, и никакие деньги я не верну. Поэтому, сейчас, по-быстрому, я бы хотел кое-что сделать с нашим Симоном, а точнее, если вы видите вот это, то, в принципе, будем выбивать свои бабки и отдать ему эту тачку, а потом как-нибудь, я не знаю, купить. Кстати, друзья, есть варик купить понторезку. Да, я знаю, что вы её очень сильно любили, и у меня есть вариант её восстановить. Ну, точнее, купить, в принципе, такой вот вариант именно тех годовый и сделать её под понторезочку. То есть, друзья, мы восстановим нашу любимую тачку, и вы просто пишите, как вы на это смотрите. Обязательно в комментариях, чтобы я знал, стоит, не стоит, а там, в принципе, посмотрим. Так, друзья, хочу сразу сказать, что сегодня у нас ещё одна, мягко говоря, нерадостная новость, потому что я вообще не хотел говорить о своём брате, который у меня является гангстером, ё-моё. А, и изначально, когда я вообще начинал свою карьеру на ютубе, своего вот такого вот маленького блога, то не говорил о том, что у меня есть... Оу, щит, нифига себе вы тут, блин. Красавчики, красавчики. Народ, а так хочется вот погоняться с вот этими, у них вроде бы тоже Феррари, если я не ошибаюсь. Давай, ну же. Да ладно, понятно, что всё с тобой, не особо они хотят гоняться, видимо, тачка у них не особо к этому подготовлена, но на это я бы и погонялся. Но, друзья, опять же говорю, риск, риск, и причём огромнейший риск попасть на бабки и отдать тачку просто законному владельцу, который её очень-очень давно уже ищет. Так вот, друзья, у меня ещё одна маленькая, ну, грустная новость, скажем так, я не рассказывал о брате, как я уже говорил, а брат является у меня гангстером, и этого брата застрелили на одной из таких вот гангстерских разборок. И поэтому сегодня там происходит похорона, ну, естественно, меня позвали, как-никак, всё-таки родственник, и мы сегодня отправимся именно туда. Да, я не знаю, друзья, на самом деле, чё да как обстоят дела, но пушку я с собой взял, потому что гангстеры, как вы знаете, они опасные пацаки, и даже на такую вот похоронную деятельность они идут даже с оружием, и там, в принципе, своей головы ты не вставишь, и если чё, вдруг придётся отстреливаться, да и защищаться, а может быть даже улетать оттуда как можно скорее. Ладно, народ, в принципе, давайте мы уже сейчас отправимся к Симону, отдадим тачку и выбьем наши бабки. Так, друзья, я так понимаю, я чуть-чуть сейчас попал, потому что, во-первых, он не хотел возвращать мне бабки, и я решил его прикончить, а соответственно, сейчас какие-то уроды... Какие-то уроды вызвали ментов. Твою мать. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ребят, походу я, походу я реально попал. Твою мать. Сука, какая тварь могла вызвать... Или же... А, он, походу, на кнопку нажал. Под столом, как обычно бывает это, да, друзья? У него там кнопка по-любому была какая-то, ну, такая крыша, типа. И вот поэтому сейчас я должен угонять от этих уродов. А-а-а, бери-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни- эмоции они такие так 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 друзья как как я ранее делал я по моему а я в метро прятался реально в метро прятался так 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 давайте сейчас попробуем то же самое проделать потому что метро они не особо е-е-е-е едут туда так так друзья господи ой е-е-е выписали скатился я да нету такого рж как было ранее да друзья теперь вот блин я за ментами бегаю точнее от них бегаю чтобы выжить блин о господи вам это нравится что ли да капец как капец как я сейчас очкую и очень сильно рискую друзья очень сильно так 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 я не знаю я не помню где метрополитен я же на тачках уже до очень давно езжу господи вроде бы че отрываюсь я нифига себе неужели я отрываюсь давайте сейчас куда нибудь вот сюда о господи онистили стрессовали тачку то это уже капец то все днове это уже реально все так Так, давайте на гольф, 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 гольф Так Вот сюда Ой, слава богу, друзья Слава богу, я оторвался Так, давайте теперь тачку нафиг тут где-нибудь выкинем Вот так, вот где-нибудь, вот так, да-да-да Опять менты Опять менты Тихо Тихо, 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 тихо Опять менты, твою мать Твою мать Тихо, давайте тут отсидимся Тихо Ой, вроде бы все, друзья Вроде бы как все Так, еще вон чувак Нет, нормально все, то есть тут не особо я Начудил, натворил делов Так, ладно, давайте теперь Какую-нибудь точку здесь Угоним Для того, чтобы приехать Приехать, друзья Ой-ой-ой Приехать на похороны Кстати, они вот-вот с минуты на минуту Уж должны как бы начаться, сколько вообще Времени сейчас у нас О, 12.01, соответственно через Получается 59 минут У нас похороны, соответственно вот на Какой-то тачке я должен туда прикатить Друзья, знаете, я вот хочу, чтобы Было все естественно, чтобы все Его окружение поняло, какой у него Брат, чтобы они понимали Она открыта Охренеть Друзья, она открыта Как вы думаете, через сколько заявит Ее кража? Но мне кажется, я успею за часик Там быстренько посветиться А потом выкинем эту тачку Нахрен Потому что, друзья, я же еще раз говорю Хочу, чтобы все видели На какой я тачке езжу Что вообще я творю? Какой я на самом деле Чувак И это будет реально круто Так, ребят, короче Я могу сказать Точка просто огнища Может мне такое купить, а? Что там такое? Что там такое творится? Неужели гангстеры уже начали свое дело? Просто, ребят, видите, у меня драна с 0.5 Как бы я тут немного опа... Блядь Опаздываю Так Что там вообще творится? Что? Что? Побежал, видели? Там как бы батюшка побежал Типа этого Ну, типа похороны как бы должен был вести Но, походу, там опять какая-то гангстерская разборка Твою мать Тихо Друзья, да, действительно, там гангстеры Ё-моё Так, ладно, давайте как-нибудь аккуратно Я просто... Ну, по-любому же должен побывать на могиле брата Так Что у них тут? Охренеть, друзья Охренеть Так Что тут у нас, чувак? Так Тихо Ой-ой-ой-ой Всё вроде бы как Или хрен его знает Я не пойму, а чё сейчас за заварушка? Кто? Кого? Что? А, видимо, менты Тихо Туда оружие пособираю Отлично Друзья, видимо Ага, приехали баласы, я так понимаю, да? Ага, я понял, друзья Приехали, короче, баласы И тем самым у нас началась опять-таки Эта разборка Полегли все Ладно, нам нужно как можно быстрее Сейчас всё это обсмотреть Сказать последние слова там И как бы валить отсюда Пока не приехали Не приехали Другие менты И другой патруль И просто всё это нахрен И будет просто капец Ау Ба, да ладно Ламара Лучшего друга Моего брата убили Офигеть, друзья Это просто жесть Я так понимаю Не, вот это не мой брат Вот, вот, вот тут он Лежит, мой брат А это Это вообще непонятно кто Его бы надо вытащить оттуда, да? Давайте попробуем вытащить Потому что Ну, с почестями Как положено Надо всё это дело делать Так, друзья Отлично Вытащили мы его И пускай он тут лежит Как бы Чё хочу сказать Ты мне был Хреновым братом Потому что Ну Ты не уделял мне вообще времени Как бы Я рос сам И даже с тётушкой Когда ты был Я с ней не особо был Ну, ты был Реально классным пацаном Тебя все уважали Вон, сколько народа Ради тебя полегло Ну, короче Ещё могу сказать Там это Типа Ну Отдыхай Там все дела Будь Будь нормальным мужиком Хоть там Я не знаю Ну, всё Всё, отлично Погнали, друзья Этого, я думаю Будет достаточно Потому что Он реально был Хреновым Пацаном О, собачка Хреновым Пацаном Братом для меня Да Он был гангстером И всё время Уделял именно Вот этим всем Сходкам Не более Так, ладно, друзья Как я говорил Тачку мы оставим здесь Потому что Тут сейчас и менты приедут И один хрен Тут будет Всё это Дело Как бы Ну Получает Ну, да По-любому Её всё Отцепят Ту территорию И будут разбираться Что здесь вообще Произошло Блин, народ Я походу Не успеваю Уже Уже менты Сюда едут Так, давайте куда-нибудь Я не знаю Сюда Во дворы Спрячемся Как бы, да Чё хочу сейчас Я отправился Наверное домой Друзья Отдыхать Тут как бы Нифига себе Хаски Классные Отлично Подождите У меня чё Красные глаза? У меня кровавые Не, мне показалось Короче Отправляйся домой Друзья Надо отдыхать Как-никак И в принципе Неплохо У нас сегодня Как бы получилось Всё это дело И деньги А, мы деньги Не вернули Точно Я забыл Надо пойти Сейчас деньги А, там тоже Отцеплено Твою мать Я, короче, лямчик Просрал, друзья Но я попытаюсь Потом его вытащить У ребят Которые там работают Ну, по-любому же Они знают нычки Все дела у этого Симона Симона, короче Мы грохнули сегодня, друзья Брата моего грохнули И как бы Их все Вот эти вот Всё их окружение Тоже мы грохнули Как бы, да Ну, и не только мы Как бы Там всё нормально было Я думаю Вообще Не будут меня там дергать Как бы Потому что я с братом Не ахти Вообще ничего никак Никакие дела не имел И в принципе Даже если будут пробивать То максимум Что спросят Там что-нибудь видел Я скажу нет И всё А, окей Ладно, друзья Всё На этом, я думаю Стоит заканчивать Обязательно подписывайтесь На мой канал И ставьте лайкосики И, конечно же Пишите бомбезные комментарии Креативники Чтобы они попадали В мой следующий видосик А с вами был Диман И я ещё раз напоминаю Хотите быть в друзьях И быть лучше Всех подписчиков Которые не в друзьях У меня То обязательно Репостите эту запись Прямо сейчас С моей группы Вконтакте Или же с моей Официальной странички Ссылочки Все необходимые У нас будут В описании Друзья Всё Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok